На мясо. Котлеты, фарш, шашлыки. Котлеты, фарш, шашлыки. Это то, что мы любим. Уважаемые друзья, сегодня я приехал в гости к Татьяне. Очень хорошо несутся под 200 яиц в год. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня я приехал в деревню Шудья к Татьяне и Михаилу в гости посмотреть. Они недавно перебрались в деревню Шудья под Ижевском, 6 километров от города Ижевск. Сейчас посмотрим хозяйство. Татьяна, к сожалению, не согласилась участвовать в съемке, но за кадром и на тогда будет звучать ее голос. Так, вот мы во дворе усадьбы. Здесь вход в дом. Так, вот сам двор. Нужный аппарат в свою доме. Это бетономешалка, конечно же. И тут идут хозяйственные постройки. Так, птичка щебечет. Бройлеры. Здесь площадочка под что-то готовится. Так, здесь у нас водоплавающая птичка. вид хороший. Теплицы кругом. Участок достаточно большой. Порядка 10-15 соток. вид прекрасный. Имея квартиру в городе, Татьяна решила поменять городское жилище на деревенский дом, на сельскую усадьбу. Ну, все в процессе. Участок. Как мы видим, посажены первые деревья, какие-то растения. Но дело не в этом. Я хочу сказать о том, что многие, многие жители рассматривают для себя и молодые жители городов, рассматривают для себя деревенский образ жизни. Уважаемые друзья, сегодня я приехал в гости к Татьяне. Знакомая, подруга, партнер по работе. И вот мы во дворе. Танечка не согласилась быть в кадре, но тем не менее. Танюш, я вот смотрю, ты завела. Как давно перебралась, во-первых? Третий год. Третий год. А как далеко это у нас от Ижевска получается? Четыре километра от Ижевска. Нет, шесть в общей сложности, если тут с проселочными дорогами. От города близко. Так, это у нас деревня Шурия, да? Да. Ну и вот решение завести домашний скот, кур, уток, гусей. Как оно? Возникло сразу или нет? Нет, оно уже давно у меня возникло. Очень давно я к этому шла. Мне хочется выкормить свою семью нормальными, качественными продуктами, выращенными самими. Ага, они в гипермаркетах, такие? Да, 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 да. Хочется наслаждаться процессом роста, процессом воспитания вот этого всего поголовья. И вообще, просто душевное отдохновение испытывает этого. Я так понимаю, птица вот здесь, вот в этом загоне вся молодая, да, Танюша? Да, они еще вообще малыши. Они малыши, они вон еще даже все, ну половину в пушок у них еще не ушел. А скажи, пожалуйста, кто здесь вот в этой кучке, собравшейся, дружной? Вот в стале стоят это гуси, гуси, башкирки, уточки, потом бройлерные утки, чели-вели называются, и индоутки. А вот гусиная семья, она отдельная там, уже сформирована? Ну пока говорить об этом рано, наверное, да, но вы будете сформировать, да, семью? Если мы решим оставить на зиму, конечно, я хочу индоуток оставить и гусиков. Посмотреть, как они несутся, посмотреть, как они вообще будут это все дело переживать. А так все, их взяли из общего корыта, всех посадили, я не знаю, как они. А вот на данный момент сколько поголовья? Вот этих 30 и 35 бройлеров. Ну вот этих я еще хочу штук 30. Так, и каких оставить хотите? А, ну пойдемте туда поблежь, чего тут? Вот эти вот беленькие индоутки с черненькими хохолками на голове, белоснежные. Они, говорят, очень хорошо несутся, под 200 яиц в год бывает. Здорово. Да, и очень хорошо высиживают. Ну, не проверяли, пока не знаем, поэтому экспериментируем. Вон они, развалились. Ага, а сколько сейчас этим подросткам? Вот этим, наверное, месяц, гусикам недели три. Мы их взяли 13 мая, им было 4 дня. А сегодня вот месяца нет гусям. Понятно. Значит, вот этот вот загон, он для птицы, для гусей и для укр, да? Да, здесь и, ну, не сухие еще как-то здесь. Я смотрю, вот там как бы загончик для того, чтобы они там отдыхали, да? Вот в старой теплице оборудован. Это, да, спальное место. Спальное место. Там, вон, смотрю, вход, да? Утром открываем. Тенечек сделан, да? Стрелем, да. Можно пройти посмотреть, Татьяна? Так, вот здесь мы видим бассейн своеобразный, куда птица спускается и принимает водные процедуры. Так, ну и вот этот сам, значит, загончик для отдыха птицы, да? Да. Так, что-то... Это старая теплица. Как здорово. Тут и поилочки. Понятно. Там будет насест какой-то, да? Да, я хочу, чтобы Миша провалил эти штуки в палки. Насесты такие, они уже не надо залетать. Пару ящиков селом для кивиз. Проветривание, все как положено. Понятно. Так, здесь у нас бруйлеры, да? Это на откорм, я так понимаю, взято. Птица, да? Да, это котлеты, фарш, шашлыки. Котлеты, фарш, шашлыки. Это то, что мы любим. Понятно. Что-то выщипанные они какие-то. Или это смена идет? Они меняют, они еще малышевее. Только начали обрастать. Понятно. То есть идет смена, да, вот этого пуха, оперения самого. Мишаночка у нее тут, поилки. Понятно. А сколько им сейчас, вот этим птенчикам? Они приделись, 5 мая выгодить. Так, 5 мая. Сегодня, сегодня, а, завтра месяц будет. Все, здорово, здорово. Ну вот, как бы, уважаемые селяне, это один из способов, один из способов решить проблемы с нормальной человеческой пищей. И не покупать мясо в гипермаркетах, пятерочках, перекрестках. Все свое. Можно быть уверенным, что уж здесь это точно будет качественное и отборное мясо для питания. Ну вот, хозяйка нам подсказала, что недавно тут они пережили пожар соседей, да, Таня? И вот это вот последствия, последствия пожара соседей. Я так понимаю, это сайдингом было, да? Летняя кухня покрыта сайдингом. И вот такая температура была. Соседский дом вот у этого забора стоял. А сейчас уже мы видим новый зубок поставили соседей у Паньяны. Ну вот, буквально, вот такое происшествие. Друзья пережили совсем недавно, оказывается. Видим, что был забор, ломяли пожарные, когда тушили. Ну и вот, такие последствия, видите? Вот какое расстояние, буквально метров десять, наверное, было. То есть, огонь был очень большой. Хочу продолжить. Будьте осторожны, уважаемые селяне. Предупреждайте детей, как нужно правильно пользоваться электрическими приборами, спичками. Сейчас появились газовые горелки, которые привлекают детей. Объясняйте им. Объясняйте, как нужно себя вести с огнем. Что нужно делать? А, когда такое происшествие случается? Ну все, берегите себя. Я сейчас выбрал достаточно хорошую точку. Обзора на участке Татьяны. Излюбленное место горожан. Да, Чекирилл. Место Чекирилл. Где горожане любят по зиме. В зимнее время. Пытаться на горы. Он лежит. Отличное место. Отличный вид. Хорошая погода. С вами Селянин. Канал Живы на Селе. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Комментируйте данные видео. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok